И вот матч начался. Справа ворота сборной Советского Союза, она выступает в белой форме. Слева ворота команды Исландии. Сборная СССР всегда с большим желанием проводит матч в Симферополе, ведь здесь нам оказывает огромное внимание, предоставляется все для отменной подготовки к поединкам, и мы просто-напросто не имеем права огорчать наших гостеприимных хозяев и многочисленных друзей. Вот это слова Александра Заварова, игрока сборной Советского Союза, к величайшему сожалению не участвующему в сегодняшнем матче из-за травмы, но тем не менее, с ним я целиком и полностью согласен. Действительно, здесь созданы были все условия участникам сегодняшней встречи, как в команде Исландии, команда Исландии, так и сборной СССР. Итак, матч начался, счет не открыт, 0-0. Сегодняшнюю встречу судят Михаил Листкевич, Анджей Либих и Януш Экштайн, бригада арбитров из Польши, судья в поле Михаил Листкевич. Составы играющих сегодня команды. Сборная Исландии. Бьерн Сигурдсон защищает ворота. Второй номер Гунар Гислосон, третий Атли Эдвальсон, капитан команды, четвертый Амар Торфасон, пятый Хальдор Аскельсон, шестой Сайвар Йомсон, седьмой Гудуй Бергсон, восьмой Олаф Торнерсон, девятый Ракнар Магерсон, десятый Гудмундур Сторфасон, одиннадцатый Ларф Гудмундсон. Старший тренер команды Зигурд Хелд, специалист из Федеративной Республики Германии, в свое время игравший в составе сборной этой страны вместе с Увэ Зейлером в 50-е годы. И, кстати, вчера на тренировке я наблюдал за ним, он еще уже в своем возрасте многим игрокам сборной Исландии не уступал. Итак, матч начался от сборной Советского Союза, выступая в таком составе. Ворота защищает капитан команды Ренан Досаев, второй номер Владимир Бессонов, третий Вагис Хигиатурин, четвертый Александр Бубнов, пятый Анатолий Ебьяненко, шестой Василий Рац, седьмой Иван Яремчук, восьмой Геннадий Литовченко, девятый Сергей Олейников, десятый Олег Протасов, одиннадцатый Игорь Биланов, старший тренер команды Валерий Лобановский. 0-0. Итак, мы помним, что сборной СССР достаточно сыграть в ничью, но мы будем рассчитывать на большее, конечно, чтобы турнир этот сборной совершенно закончила мажорным аккордом. Но посмотрим. Сейчас исламский футбол уже далеко не тот, как мы представляли себе его несколько лет назад. Я должен сказать, что в этой стране очень серьезно стали заниматься воспитанием и юных футболистов, и, в общем, такая работа уже дала свои плоды. И, кстати, сейчас снова в этой стране работает известный в прошлом советский футболист Спартаковец Юрий Сидов. С его именем тоже связывается рост и популярность футбола, и рост мастерства игроков этой страны. И, как результат, уже, если раньше играло несколько всего-навсего игроков исландского футбола в профессиональных клубах Европы, то сейчас их уже насчитывается, между прочим, знаете, около пятидесяти. Причем в таких странах, как ФРГ, Бельгия, Англия, Швейцария. Атакует сбор эсэр Игорь Беланов, стою в составе после болезни. Не успевает к мячу. 0-0. Четвертая минута первого тайма матча сборных эсэр Исландии на стадионе «Локомотив» в Симферополе. Прохладная погода совершенно не смутила зрителей. Я повторяю еще раз, стадион заполнен до отказа. Очень много продано входных билетов, образцовый порядок. А заявок было на 100 тысяч. Ну вот, удовлетворить только пришлось четверть счастливых обладателей билета. И заполнил стадион «Локомотив». Великолепное футбольное поле. Блестяется. Совершенно великолепное и освещение электрическое. Так что все здесь нормально. Ну и сейчас удачно выступает и Симферопольская Таврия. В чемпионате страны среди команд второй лиги. Ведет борьбу за право перехода в первую лигу. И вот у нее 29-го числа здесь серьезный матч со Смоленской «Искрой». Вот в этом турнире. За право перехода в первую лигу. Единственный, так сказать, недостаток в погоде. Где уж не было, там, прохладно. А вот здесь очень сильный ветер. Очень сильный. Вот, посмотрите, здесь от ветра укрылись одеялами. Запасные игроки. Причем обеих команд. Наши с ничем. Ратс. Сборная Исландия отошла всей командой на свои половины поля. Яремчук. Протасов идет издали. Мяч, иногда не попадает из ворота. Удар от ворота. В нашей команде, как вы и обратили внимание, уже два нападающих, Протасов и Биланов. Им, конечно, будут помогать активные игроки средней линии поля. Не возбраняются походы в атаку и защитникам нашей команды. Сборная Советского Союза столкнулась с определенными проблемами при комплектовании состава вот на этот матч. Потому что здесь надо учитывать обязательно интересы и олимпийской нашей команды, куда Валерий Лобановский, как главный тренер ФСР, вынужден был отдать игроков, которые бы наверняка выступали в сегодняшнем поединке. И в таком, некоторые травмированы тот же Родионов, Гоцманов и вынуждены срочно были, так сказать, на ходу вносить коррективы в состав команды наши тренеры. И руководство сборной Советского Союза, я вот передаю это вслух, выражает благодарность московскому «Спартаку» за то, что так быстро, оперативно откликнулись на проблемы сборной СССР. И сюда прислали Суслопарова и Пасунько, эти два «Спартаковца» в запасе в сегодняшнем матче. Также в резерве находятся Яковенко, Блохин и вратарь Чанов. Нарушение правил. Тренер, я видел на скамечке запасных сборной Исландии, видит Рихел, так что-то поднялся, посмотрел, потом возвратился на свое место. И здесь матч продолжается, счет не открыт, 0-0, идет восьмая минута. Первого тайма. Олейников. Можно подавать. Протасов. Не успевает к мячу. Вы знаете, вот уже обратили внимание, несколько ударов издали, нанесли наши футболисты. Вот как раз так, учитывая погодные условия, ветер, он здесь, так сказать, дует не в одну сторону, а вот так иногда крутятся, такие вихрики здесь возникают в чаши стадиона. Гислассон фасует мяч вперед, ошибается. В составе в этом матче сборной Исландии несколько игроков, которые выступают в зарубежных клубах. Так, например, вратарь играет в норвежском клубе «Брам». Гислассон тоже в Норвегии, в клубе «Мосс». Капитан команды «Эдвальсон» выступает за команду «Байер» из Юдингена, Федеративная республика Германии. И еще несколько игроков, я это потом скажу, которые играют в различных профессиональных клубах европейских стран. В атаке сборная Исландии, и там судя показывает, что надо ввести мяч в игру. Ударом от ворот, и сборная СССР начинает атаку со своей половины поля. В направлении «Брам». Оленников, Протасов. Исток арбитра. Вот, посмотрите, вот с этой точки показывает Михаил Листевич. Наша сборная пробьет штрафной стенка. Умечаю Вагиз Хидиатуллин. Игроки исламской команды полным составом в своей штрафной площади. Вот сейчас будет удар по воротам. Удар издали, мяч над верхним углом пролетает мимо. Хороший удар. По силе, ну чуть-чуть, да поточнее. Удар доставил удовольствие зрителям. А вратарь команды сборной Исландии Бьерн Сигурсу ведет мяч в игру ударом от ворот. 0-0. 10 минут сыграли команды в первой половине. Наша сборная активно начала встречу. Вот только что ветер дул в сторону ворот сборной Советского Союза. И тут же изменил направление уже. Стал дуть вот прямо сюда, в направлении нашей кабины. И вот так вот все время крутит, крутит. Играть непросто. Наверное, верховые передачи будут малоэффективны вот в такую погоду. Так что больше играть надо низом. Я так думаю. Ну а пока из-за боковой вводят мяч в игру гости. Далее от нас противоположные трибуны. Пять игроков сборной Исландии в штрафной площади. Бросок. Торфасонов посовывает мяч. И тут же подача на ворот. Ну вот видите, мяч завис прямо на штрафной площади. Спокойно взял мяч в руки, доставил. И хорошо выбросил у него Биланову. Биланов сыграл с Еремчуком. Тут уходит в центр. Кто там еще подключается к атаке? Сборная СССР на половине поля команды Исландии. Бубнов. Пас налево. Рацун. Олейников. Ходит в штрафную площадь. Ну, бить, конечно, еще неудобно. Вот атакует, мешает. А вот сейчас из-под ноги нанесен удар. Не точно. И Олейников возвращается в центр поля. Удар от ворот. 0-0-12 минута матча сборных СССР и Исландии в Симферополе. Это последняя игра в отборочном турнире европейского первенства в третьей отборочной игре в группе. Это для участников этого матча. Ну, значит, сегодня же сборная Германской Демократической Республики принимает футболистов Норвегии. И вот после этих двух поединков в этой подборочной группе останется провести лишь один матч 18 ноября между командами Франции и ГДР. Геремчук, Рац, Исландцы отошли на свою половину поля и наши пытаются, видимо, с помощью передач низом подойти к воротам, выйти на ударную позицию. Пока ГДР не дают такой возможности, наши отходят назад, Хидиатурин отдает мяч Рацу. Очень широко по фронту расположились наши футболисты, вот подтверждает этой позиции Геремчука, стоявшего у самой кромки поля боковой линии. И там же, аж на самом краю стоял и Анатолий Гемьяненко, пятый номер. Вот здесь может получиться хороший контр-атака сборной Советского Союза, пас штрафную Протасову, ну, чуточку ББ, мне кажется, посильнее, может быть, даже и поточнее, тогда было бы все нормально. Момент упущен, 14-я минута первого тайма, 0-0. Наши выводят мяч из-за боковой, и тут же все игроки сборной Советского Союза перешли на половину поля команды Исландии. Геремчук. Бессонов уже в трофной площади, будет подача на обороты, борьба за мяч, удар схода Бессонов не попадает по мячу, еще один удар издали, мяч отпускает, братарь, ну, можно добивать, гол. Сборная СССР открывает счет матчи команды Исландии. Молодцы. Биланов. Своё возвращение на сборную Советского Союза назвал тем, что добился успеха, добив мяч борота команды Исландии. Вот как бывает, бил Бессонов, промахнулся, как оказалось, к счастью. Сильный удар издали, братарь не удерживает мяч, Биланов тут как тут. И дальше уже было с отделом техники 1-0, борьбу советской команды. Виктор по стадиону объявил о том, что Игорь Биланов добился успеха, забив гол, и зрители бурно приветствовали эту удачу советской команды. Идет Оулин хорошо сыграл. Продолжает борьбу за мяч. Бубнов. Литовченко. И передача на левый фланг. Здесь уже Рац идет в центр. Пасует на левый фланг. Братарь упивает плечу. Бьет сразу поворотом. Но попадает прямо в руки вратарю. Хороший момент был. А может быть, если нам дадут повтор, ну, даже если не дадут, я вам, так сказать, порассуждаю на эту тему. Может быть, поторопился с ударом. Можно было пройти вперед. Причем уже находился за спиной защитник сборной Исландии. И тогда бы уже позиция для удара была бы, конечно, лучшей. Пятнадцатая минута. Игорь Биланов забил гол. 1-0 впереди сборная Советского Союза. Яремчук. Мяч у наших. Протасов. Яремчук. Передача в центр можно. Бить? Нет. Здорово. Сейчас сыграл капитан команды Эдвальсон. Третий номер. И ликвидировал угрозу. Гудмансон отыграл мяч. Нарушение правил. Ратс изменяется перед соперником. Неправильно атаковал. Магия Эрсона девятого номера. Костя ведет мяч. Выгол. 1-0 впереди сборная СССР. Гости организовали атаку. Находится сейчас в уштрафной площади. Переводят. Направляя таки на левый фланг. Туда пошел Гисласон. Второй номер. Можно играть. Показывает обид. Одно мяч укатывается за боковую. И ведут из-за боковой гости. Второй номер Гисласон ведет мяч в игру. Хорошо. Выбрасывает из-за боковой. С разбега уходит туда на беговую дорожку. В штрафной площади 4 игрока сборной Исландии. И вот бросок почти к 11-метровой. А тут Досаев, словно зная, что именно вот так будет, вышел в город, забрал мяч и послал его на ход Биланову. Демьяненко на месте правого крайнего. А наши развивают атаку по центру. Протасов взял игру на себя, но немного, мне кажется, не оценил ситуацию в том плане, что позади находился центральный защитник-капитан команды Эдвальдсона. И когда он развернулся, то соперник уже его атаковал. И момент был упущен. Бессонов идет вперед. Можно отдать направо? Нет, выбрал адрес поострее, будем так говорить. Протасову отдал мяч. И тот нанес удар поворотом. Но хорошо прорывался, отвлекая защитников на себя и Демьяненко по правому краю. 1-0. Впереди сборная СССР. 19-я минута первого тайма. Неправкий Диатуллин нарушил правила. Штрафной пробьют футболисты исландской команды. А Михаил Пискевич сделал замечание устное в Багизу Сутиатуллину. Это 11-й номер. Гудмундсон Ларф. Играет за западно-германский клуб, очень известный Кайзерфлаутер. Правда, Зигвиду Хелдугин, всех игроков, которые выступают за пределами Исландии, в различных профессиональных клубах Европы, удалось собрать по некоторым причинам. Кого-то не отпустили, а у кого-то и травмы. Но, тем не менее, в составе, я вот уже называл сейчас Вудмундсона, некоторых игроков, которые выступают в других профессиональных командах. Есть игроки из клубов Бельгии. Это 9-й номер Магерсон в Атерскейн. Есть такая команда бельгийская, вот он играет за нее. Еще раз сведут из-за боковой мяч гости. 20 минут сыграли команды в первом тайме. Сборная СССР впереди. 1-0. В штрафной площади 4 футболиста команды Исландии. Мяч потерян. Бубнов сильно бьет его к центру. Аккельсон потерял мяч. Ну и наши не лучшим образом сейчас сыграли. Вот только сейчас. Снова владели мячом, но свисток арбитра нарушения правил. Сборная Исландии, так же, как и наша, проводит последнюю, я еще раз подчеркиваю, в своей отборочной группе. И насколько серьезно относятся к этому турниру, к участию в международных играх. Руководители команды Исландии говорит тот факт, что, ну, казалось бы, ничего эта встреча уже команде Исландии не дает. Понятно. Но, тем не менее, на матч предыдущей сборной СССР футболистами Германской Демократической Республики приезжал специальный наблюдатель, представитель сборной Исландии. Снял этот матч на видеопленку. Успел даже, так сказать, журналистам по ходу он спешил в аэропорт сказать несколько слов. Так что вот так сейчас работают. Все, кто имеет отношение к футболу. Я говорил вам о том, что сборная Германской Демократической Республики принимает вот в это же время футболистов Норвегии, но пока, откровенно говоря, не слышал информации от своих коллег по редакции спортивных программ. и как там идут дела. У нас 1-0 впереди сборная Советского Союза в матче с командой Исландии. Гостя владеет мячом на своей половине поля. Торфасон Гудмундур, однофамилец Омара Торфасона, ввел борьбу за мяч и доставил, уже ввел его в игру, Рац, Бубнов, Демьяненко. Демьяненко занимает, конечно, для нас непривычное место. Демьяненко играет на правом фланге, а вот Рац здесь слева действует. В центре обороны у нас Бубнов Хидьятулин, Олейников рядышком с ними, но при развитии атаки Олейникова сильно участвует в них. Вот он получает мяч. Бьет издали, попадает мячом Йонсона. Атака сборной СССР продолжается. Нарушение правил. Подталкивал соперника Олег Протасов, и удар из своей штрафной нанесет галкипер Бьерн Хигурдсон. 25-я минута первого тайма 1-0 в пользу сборной СССР. Мне кажется, несколько успокоились. И наши футболисты Начали игру быстрее. Рац, он дал мяч вперед, Олейников. Торнерсон Пасует налево Гудмунсону. То есть на правый фланг И потеря мяча идет вперед Бессонов. Рац, чуть повыше. Надо было бы Магерсон Гудмунсон Девьяненко Получает мяч от партнеров Пока в центральном круге. На месте центрального Сдача Протасов Пас направо И вот впереди сейчас Геренчук Не сумел обыграть соперника Чуть-чуть мяч отпустил Не спеша начинает атаку Гости Йонсона дает мяч назад Бергсону Центральному защитнику И вот Пас на левый фланг Гудмундуру Торфасону Десятому номеру Хороший перевод мяча Торберсон Удар издали Помешал Бессонов Биланов Штрафной Рац Олейников Демьяненко 22 минуты сыграли команды В первой половине 1-0 впереди сборная СССР В матче с командой Ислании Яремчук Отошел назад Здесь вот На месте левого Защитника Впереди у нас сейчас Играют Протасов Биланов И Рац Рац Теперь Тоже отходит Потихонечку Назад Наши обороняются Быстро вводят мяч в игру Бубнов И передача в направлении Протасова Яремчук Яремчук Олейников Бессонов Снова Яремчук Передача Протасову Рац Биланов Тоже определяет Что ему Данную Долью секунды Делать Вот Литовченко Пробил схода И удар Не вышел 1-0 Впереди Сборная Советского Союза Наши защитники В общем-то Пока Здесь труда Справляется С нападающими Сбором Исландии К тому же Последние Грешат Не с точностью В передачах Заслючительной Стадии Атаки Но тем не менее Надо отдать должное Нашим игрокам Обороны Действуют они Строго С уважением Относясь К сопернику Хорошо действует Сейчас игрок Сборной Исландии Дает мяч Партнеру Вступает в борьбу Протасов Красиво отбирает мяч Играет с Билановым Биланова Отдает мяч Бессонов Ну дальше А Бессонов Сыграл Не лучшим образом Отпустил мяч И вот эта Начинавшаяся Была хорошо Атака Захлебнулась Еще на подступах К штрафной площади Многовато Сейчас браков В передачах Допускают Игроки Обеих команд Потому В общем-то Игра Как-то так Свою привлекательность Несколько Мне кажется Утратила Вначале Было все Интереснее Горазно Наши активно Начали Утар Игра Быстро Широко Действовали А сейчас Вот Больше Применяем Такие передачи В центре Среднего Короткого Все это Дело Быстро Игроками Сборной Ислании К тому же Наши Ошибаются Тимьяненко Бубнов Бессонов Бессонов Рат Рат Вот посмотрим Посмотрим Еще раз Эпизод Передача Вышел Потом Остановился И Мяч попал На голову Братасову А он то ли Не ожидал Может по каким-то Другим причинам Но в всяком случае Пробил мимо А вот сейчас Рвется к нашим Воротам Двуд Мунсон И вот такой Хидиатуллин Хидиатуллин Подборе Здесь Жестко Пройти Не так-то Просто И вот сейчас Он будет уметь За боковую линию А на шкарах Александр Бубнов Другой Спартаковец Капитан команды Центральный защитник Эдвальдсон Подошел к штрафной площади Подача снова К 11 метров Отметки Хидиатуллин Отбил мяч Он же продолжает борьбу Демьяненко Наши мяч отобрали И только точно сыграть надо Нет, ошибаются Снова неточная передача И хочется снова бороться за мяч На это уходят силы А уже команды сыграли 32 минуты В первом тайме Наши выигрывают Пока 1-0 Гол на 15-й минуте Завил Игорь Биланов Торфасон Торфасон Амар Йонсон Бергсон Бергсон Центральный защитник Бергсон Магерсон Магерсон Стенка закрыла Левый от него Угол В 3-х метрах от линии Штрафной Но под углом к воротам Вот посмотрите Три игрока Сейчас четвертый Даже подошел Игрок сборной Исландии Ну что тут задумали Наши гости Посмотрим сейчас Как они распорядятся Этим Моментом Удар Мяч попадает В стенку Еще один удар И снова в стенку Торфасон Отыграл мяч Вратарю Торфасон Амар Спасует Эдвольдсону Капитану Команды И вот так Гости пока Владеют мячом В линии обороны Отдают его назад Вратарю Йонсон Бергсон Снова передача назад Голкиперу Яремчук Диагональный пас В направлении Протасова Рядом Биланов Биланов полагал Что Протасову Удастся мяч сбросить Дальше Вперед туда На ход Биланову Не получилось И атака сборной Исландии Уже в тростной площади Мяч Удар Поворотом Яремчук Вот ему передача Протасов Олейников Нарушение правил Штрафной Прогиб Советские футболисты Снова Демьяненко Бубнов Рац Олейников Непонятно Что хотел сделать Иде Яремчук Пошел в центр Как раз туда Где было Самое большое скопление Игроков Сборной Исландии Рац Посмотрим Чем закончится Эта атака Яремчук Ятулин Бессонов Передача на Литовченко Пас назад Нет Литовченко Обыгрывает соперника И тут Испевает Подставить ногу Угловой С места правого Крайнего Внимание Завтение Черноманской Демократической Республики Власти ГДР Норвезия Семься 2-1 Пользовутболистов Германская Демократическая Республика 2-1 Впереди Сборной ГДР В матче С командой Норвегии У нас 1-0 Выигрывает Сборная СССР Эдвальдсон И пас Назад Вратарин 8 минут Остается До окончания Первого тайма Матча В Симферополе Торфосом Пас Назад Капитан Команды Смечом От ноги Советского Футболиста Уходит За пределы Поля Не спеша Разыгрывают Мяч Гости Не спеша Вводят Его в игру Когда он Уходит За пределы Поля Или Скажем Игра Останавливается И судья Назначает Свободный Штрафной И вот Такой Невысокий Темп Который Предлагают Футболисты Команды Исландии При Взяли Так сказать И наружении И наши Игроки И но Стоит им Сделать Лишнюю Передачу Чуть Передержать Мяч В центре И как Тут же Сборная Исландия Отходит На свою Половину И вот Нашим И не удается Создать Вот В это время В середине Первого тайма Такую После 15 минут Игры Когда Игорь Биланов Гол забил Вот в остальное Время Мы по сути дела Не видели Опасных момент Моментов Уворот С командой Исландии Потому что Наша сборная Как-то изменила Своему стилю Который Так нам всем Понравился В первые 15 минут Рац Олейников Демьяненко Бубнов Ну вот Наши тоже Так же Вот разыгрывают Мяч В линии Обороны Еще одна Передача Назад Уже Подступы к воротам Перекрыты Зоны тоже Бежать некуда И можно только Пасовать в ноги Или вот такими Диагональными Передачами действуют Ну хорошо Тут Биланов Борется за мяч Отдает его Чуть-чуть назад Тут же Исландии Быстро выходят Из своей штрафной площади Иначе Наши снова Начинают атак Утеряют мяч И 5 минут Остается До окончания Первого тайма Советская сборная Выигрывает 1-0 И Толченко Сам решил пойти В штрафной площади Мяч потерял Торфасон Хигиатуллин Рац Близко очень подошел К сопернику Потому и не обыграл Олейников Бубнов Хигиатуллин Бессонов Демьяненко И уже на правом фланге Мяч Демьяненко пошел Центр Сыграл Солейников Бессонов Бессонов Бубнов Рац Цепко в отборе мяча действуют Гости Пройти не так-то просто Один в один обыграть Пока Практически никому Из наших футболистов Не удается Беремчук Удар издали Мяч попадает Протасова Теряет силу И уже в руках У вратаря Сигурдсона Четыре минуты До окончания Первой половины 1-0 Переди сборной СССР И снова Не спешал Начинает Гости Атаку Снова Смечем Вратарь Сейчас 11 очков У нашей команды 7 у сборной ГДР Я повторяю Еще раз Мяча Достраивает Советских футболистов Они правда Будут сейчас в счете 1-0 И вот опасный момент Выходит из ворот Досаев Вовремя Момент Ликвидирован И Десятый номер Торпасон Уже совершенно Проиграв мяч Вдруг неожиданно Наносит Кравму Нашему галфитеру Посмотрим Еще раз Пас был Хорошим Не лучшим образом Действовали наши Защитники Вовремя Выходит из ворот Достаев Значительно Раньше У мяча Нежели Игрок Сборной Исландии Тот Проиграл Все Даже не надо Было Вступать В борьбу Но Оставил Ногу И доставил Головой Ударился О ногу Гудмундура Торпасона Десятого номера Уже Страдает Протасов Протасов Магерсон Удал Мяч налево Еще одна Передача И тут Снова В обороне Эдвальсон Играет С Йонсоном Все Не спеша Минута Остается До Кончания Первого Тайма Бергсон Ну что ж Сборная Советского Союза Показала Пока Ту Игру Которую Мы и ждем От сборной В первые 15 минут А затем Как-то Подладилась Под соперника Который Действовал Не спеша И вот В этом Ключе И провела Остальные 30 минут Первого Тайма Боскровенно Говоря Мало Привлекательная Игра Не доставляет Удовольствия И Зарителям Так что Надо Конечно же В перерыве Не стекает Силы В игру С тем Чтобы Сборная СССР Закончила Не только Победой Решить задачу Выхода За окончательный Финал Европейского Чемпионата Но и Порадовала Нас конечно же Интересной Игрой Достойной Главной Команды Советского Футбола И вот Свисток Арбитра Первый Тайм Окончен 1-0 Сборная СССР Впереди Перерыв В Симферополе Начался второй Тайм Матча Сборных Советского Союза И Исландии Со счетом 1-0 Выигрывают Наши Футболисты Гол на 15-й Минуте Забил Игорь Биланов Еще раз О составах Играющих Сегодня Команд Сборной Исландии В воротах Сигурсон Второй Номер Гисласон Третий Эдвальсон Капитан Команды Четвертый Торфасон Амар Пятый Аскельсон Шестой Йонсон Седьмой Бергсон Восьмой Тордерсон Девятый Магиерсон Десятый Торфасон Гудмундур И одиннадцатый Гудмундсон Старший Тренер Команды Зигур Хелмд Специалист Консидеративной Республики Германии Уже Третий Сезон Работающий Со Сборной Командой Исландии Сборная СССР В воротах Капитан Команды Досаев Спартак Москва Второй Номер Бессонов Динамо Киев Третий Хидиатуллин Спартак Четвертый Бубнов Спартак Пятый Демьяненко Динамо Киев Шестой Рад Динамо Киев Седьмой Еремчук Его Одноклубник Восьмой Литовченко Днепр Девятый Олейников Динамо Минск Десятый Протасов Днепр Одиннадцатый Биланов Динамо Киев Старший Тренер Команды Валерий Лобановский Сегодняшнюю Встречу Судят Михаил Листкевич Судья В поле Ему Помогает Андрей Либих И Януш Экштайн Все арбитры из Польской Народной Республики Идак 1-0 Второй Тайм Идет Третья Минута Впереди Сборная Советского Союза В это время Проходит и матч В Магдебурге Где Хозяева поля Футболисты Германской Демократической Республики Принимают Сборную Норвегии 2-1 Выигрывают Хозяева поля Они открыли счет Кирстен Забил гол Затем Фарьестат Восстановил Равновесие И Том провел Второй мяч Ворота сборной Норвегии И команда ГДР Выигрывает После первого тайма 2-1 Вот такие сланцы Бессонов Овладел Мячом Смотрит Кому отдать И по диагонали Пьет на левый фланг В направлении Литовченко Костя Костя потеряли Мяч Я вам говорил Уже В начале Самого Матча О том Что Здесь Спартийные Советские Профессионные Организации Спартивные Создали Великолепные Условия Нашим Футболистам Для подготовки К этому Поединку Приводил Слова Александра Заварова Игрока Сборной Советского Союза Который Готовился К этому Матчу Но все-таки Травма Ему Не позволила Принять Участие Довольны И Руководители И футболисты Сборной Исландии Я думаю Что довольны Будут Конечно же И зрители Которых В первом тайме После первого тайма В перерыве Развлекали Фольклорные Фольклорные Амсамбли Юные Спортсмены Журналистам Агредитованным Здесь На этот матч Руководители Показали Спортивные сооружения Симферополя Великолепный Совершенно Физкультурно-спортивный Комплекс И кстати Очень любопытная Информация По Оказанию Платных Услуг Среди Дворцов Физкультуры Вот Этот комплекс Занял первое место В Советском Союзе И большую помощь Оказывает Населению В плане Оздоровительном И кафедра Физического воспитания Спортивной тренировки Врачебного контроля Крымского Медицинского Института Может быть уже На очереди И открытие Факультета Спортивной Медицины В этих Специалистах Есть Очень большая Необходимость Как от детских Садов Так и До большого Спорта Надо подумать Ну а Вернемся мы К матчу 1-0 Переди Сборной Советского Союза 5 минут Сыграно Во втором Тайме Девьяненко Бубнов Бессонов Поскользнулся Упал И Что дальше Дальше Подключается К атаке 5-й номер Афтельсон Сыграл Не точно Ну конечно Нашим футболистам Я бы пожелал Сыграть так Как сыграли Они первые 15 минут В начале Матча Поменьше Передачи В центре Поля И побыстрее Проходить Середину Поля Потому что Стоит Повторяю еще раз То о чем Говорил Пеналтель Стоило чуть-чуть Задержать Развитие атаки Как тут же Гости Отходят Своей штрафной Площади И пробиться Вхозь этот Засон Очень и Очень трудно Удар Издали Вот опасный момент Ну удар Поворотом Ну наконец Второй мяч забит Ворота команды Исландии Гол забил Олег Протасов И 2-0 Впереди Протасов Суббориста Сборной Советского Союза И команды Днепр Точен 2-0 Примерно Так же Был забит И первый мяч Ворота Гостей Тоже Сильный удар В дальние дистанции На этом В том случае Вратарь не удержал Мяч И тут Как тут Оказался Игорь Диланов Он и Открыл счет А теперь Успеха Добился Другой Нападающей Нашей команды Олег Протасов Гислов Он бросает мяч За боковой 52-я минута Вот Появилась Надпись На табло Я пойму Ему сеньку Домеру Сыграли команды 5 минут 52-я минута Протасов 10-й номер 2-0 Сборная СССР Выигрывает У команды Исландии Длинная передача Направления Биланова Ильонсон Мяч отбил Торфатсон Омар Хорошо разгадал Маневр Соперника Олейников Передача Снова Литопченко Теперь передача Диланову Диланов бьет Штрафную Удар Не удался И что же дальше Снова Рад с мячом Пас налево Вот как Наши только быстро Снова заиграли Как в первом тайне Тут же сразу Возникло напряжение Ворот Гостей Мяч забили И продолжают Атаковать Ельяненко Гость уже беспорядочно Просто отбивается Посылает мяч К центральному кругу Здесь его подхватывает Снова Рад И что там дальше Наши ведут Мяч из-за боковой 2-0 2-1 По-прежнему Сборной ГДР Выигрывают У команды Норвегии Идет вторая половина Встречи У нас 2-0 Впереди Советские футболисты Пистонов Подхватывает мяч Хорошо сыграл Дисласон Тоже второй номер Но команда Итландии И Сиди Атулин Отдает Радцу Радц Бьет В направлении Виланова Его опережает Эдвальсон Центральный защитник Мне лично нравится Как играет Вот этот третий номер Атли Эдвальсон Капитан команды Сборной Гисландии Игрок профессионального Клуба Из ФРГ Из команды Байер Юлинкин Киятуллин Литовченко Уходит в центр Пас Биланову Ну рановато сделал передачу Литовченко Потому что не успел от соперника оторваться Биланов Тот перекрыл ему путь к мячу Это был Эдвальсон Я его вот только что Отмечал Говорил о нем Очень хорошо играет позиционно Игрок Жесткий, но не грубый 2-0 По-прежнему выигрывает Сборной Советского Союза Команды Исландии Анатолий Гемьяненко Динамаки Пострел Ну он пытался сейчас сыграть С Протасовым В надежде от него мяч И получить И выйти на ударную позицию Защитники в центре обороны команды Исландии Действовали четко Снова наши атакуют По штрафной площади Отбивает мяч Бергсон Бессонов Олейников Наши Зинтили темп Сразу же По началу Второго тайма И вот видите Ничего не получается У игроков Исландской команды Сидит Улин Демьяненко Нужно отдать пас направо Литовченко Сильно бьет В направлении ворот Смотрите Ветер не дает мячу Уйти за пределы поля Входу наносит удар Протасов Попадает в защитника И вот мяч уже у уголкипера Вот так играет сейчас Сборная Советского Союза Такая игра нам нравится 2-0 Впереди советские футболисты Во встрече со сборной Исландии В Симферополе На стадионе Локомотив Еще раз смотрите Удар Сильный Протасова с хода Мяч попадает в защитника Отскакивает Дальше в штрафную И тут уже локацию Вратаря Сигурдсона Наши не дают Ни секунды Передышки сопернику Ведут борьбу за мяч Тут же им овладевает Это Биланов И организует атаку Нарушение правил Олимпийская сборная Советского Союза Которая имеет все шансы выйти в финал Олимпийского турнира Проводит важную встречу С командой Швейцарии И вот туда В состав сборной Олимпийской Валерий Лобановский Делегировал Добровольского Михайличенко Лосева Тищенко Яровенко Вот так сегодня в один день Решают задачи Наши футболисты Сборная СССР Еще мы после матча с командой Германской Демократической Републики Говорили Уверена в том Что она Обеспечила себе выход В финал С некоторыми оговорками Практически Хотя всем ясно было Что наша сборная Добьется Так сказать Уже окончательно Успеха И вот 2-0 выигрывает С командой Днисландии И я думаю Что у нее уже В этой встрече проблем нет Нас интересует Только качество игры Мы пожелали Так сказать Слух Чтобы наши футболисты Провели второй тайм Лучше чем Вторую половину Первого тайма И вот сейчас Пока игра нам нравится Советских футболистов Ну а сборная Германской Демократической Республики Даже если выиграет у команды Норвегии Все равно Не догоняет наших футболистов Это фрагменты встречи Сборных ГДР и Норвегии И вы видите Как хозяева поля Забивают третий мяч В ворота норвежской команды Вратарь вышел из ворот Чуть-чуть остановился Как так Расставил ноги Неловко Собрался К отражению этого удара Сильный удар И мяч в воротах 3-1 Впереди сборная ГДР В успехе этой команды В общем тоже сомнений нет Но тем не менее Наши футболисты ведут 2-0 В этом последнем своем матче Так же как и команда Исландии И Еще раз подчеркиваю Теперь мы будем уже заняты Мыслями о финале Европейского чемпионата Желаем чтобы наша сборная Подготовилась И ему как следует СЭС Катерине будут транслировать Эти встречи Так что мы Станем свидетелями Великолепного В будущем Футбольного События На 15-й минуте Миланов открыл счет На 52-й Ротасов удвоил этот результат 2-0 Угловой Подают гости С места левого крайнего Мажем достаточно сыграть мячью Но выигрывают С разницей два мяча В штрафной площади сейчас Четыре игрока сборной Исландии Угловой с места левого крайнего Игрок исландской команды Подошел там Досаеву Мешает ему выйти из ворот Но Напрасно Досаев спокойно забирает мяч в руки И наши начинаем Быстро атаку Быстро Проходят среднюю поле Линию поля Но он не лучшим образом Действовал в этой ситуации Раз отпустил мяч И он был отбит за боковую Я говорил о том Что прохладно в Симферополе И очень сильный ветер Бергсон отдал мяч Эдвальсону Тот чуть вперед Получает мяч от партнера Пасует его на правый фланг Пока еще в обороне Мяч в сборной Исландии Ну вот среднюю линию поля прошли Что дальше Сыграли точно Атакует правым флангом Гудмундур Оторфасон Передача на 11-метровую отметку Удар поворотом Ну, наверное, был, так сказать Удар все-таки поворотом Но не получился И мяч ушел за пределы поля Удар от ворот Показывает арбитр Михаил Листкевич Из Польской Народной Республики 17-я минута Второго тайма 2-0 Нашего Игоря Дебьяненко Олейников Раз Дебьяненко Сейчас только остается уже В один вариант Точными передачами Можно подойти к штрафной площади А тут еще ошибается Вот так Литовченко Почему? Потому что вот Те три паса Которые наши сделали В центре поля Медленно причем Позволили игрокам Сборной Исландии Быстро организовать Оборону И уже выстроить Три линии На подступах К штрафной площади Перекрыв Все свободные места И наши игроки К тому же действовали Не точно в центре поля Выгреб пас Сборная Советского Союза Готовилась к этому матчу На спортивной базе Команды Таврия В гостях У наших футболистов Побывали народный артист Советского Союза Юрий Богатиков И заслуженная артистка Украины Зоя Рудник Их выступление Доставило Огромное удовольствие Нашим игрокам Об этом они мне говорили Сегодня И перед началом Встречи И конечно же Известные наши Артисты Пожелали успеха Советским Футболистам Вот в этой встрече Наша команда Выигрывает 2-0 А штрафной Бьют гости Много игроков Сейчас в штрафной площади Сборной СССР Досаев забирает Мяч в руки Ну Быстренько поднял голову Посмотрел Кому же Отдать мяч Побыстрее С тем чтобы начать Контратаку Потому что я же сказал Очень много игроков Штрафной было Нашей сборной И Бьяненко Длинная диагональная передача На левый фланг Ротарь выходит из ворот Ну вот как только Наша посылает мяч В штрафную площадь И верхом тут же Вот Уже Работает ветер Мяч зависает Над штрафной площадью И Или защитники Или лотарь забирает Олейников Бессонов Демьяненко Бессонов Снова Демьяненко Бумнов Двадцатая минута Второго тайма Ну как и в первом тайме Поначалу Вспышка активности Такая Очень Заметная Интересная игра У наших футболистов И вот сейчас Как-то так Снова Снизили обороты Наши игроки И Вот потихонечку Опять начинают Вот свою игру Исламские футболисты Медленно разыгрывают мяч Нашим надо бегать Без мяча Отнимать его Малоприятное занятие Скажем прямо Гудмунсон Торфасон Пас на правый фланг В ней игры нет И здесь хиет Тулин Мяч уходит На угловой С места правого Крайнего Будут подавать гости Двадцать минут Сыграли команды Во второй половине Побежал к мячу Маги Эрсон Выступающий За бельгийскую команду Ватерсейн В штрафной площади Пять игроков У сборной Исландии Подача Хидиатуллин Отбивает мяч Поднят флажок арбитра На линии Мяч ушел За пределы поля Бубнов Маги Эрсон Руководители Сборной Исландии Очень внимательно Изучали игру Советской команды Ее предыдущие встречи Со сборной ГДР И здесь В интервью Журналистам В частности Зигар Старший тренер Сборной Исландии Говорил о том Что мы понимаем Насколько сильна Для нас Сборная Советского Союза Мы постараемся Выступить Достойно Тщательно готовились Наши гости К этой встрече И здесь В Тиксерополе Сразу же прибыл в понедельник Сюда в Крым Они тут же На 5 минут Как говорится Заскочили в гостиницу И отправились На тренировку Тренировались Также не вчера Ну и я вам скажу Окровенно Мне понравился Лично Очень даже Старший тренер Участвует В двусторонней игре Если бы не знал Что это старший тренер Решил что это игрок Просто Исландской сборной Сел выступал В составе сборной ФРГ В свое время В 50-е годы Вместе с Кубой Зейвером Гислотон мяч потерял Протасов отошел назад Впереди там Геремчук Биланов Справа Литовченко Ну вот Наши снова так Мне кажется Валиваются на эту игру В лишний пас В центре поля Будем так говорить В образе звездокей И Что в общем-то На руку Игрокам сборной Исландии Они успевают Перегруппироваться Выстроить тут заслоны На пути к воротам И нашим конечно Продвиться не так легко Замена сейчас В составе сборной Исландии Посмотрим Кто там покинет Сейчас поле Одиннадцатый номер Да Это уходит С поля Гудмунсон Игрок который Уступает В результате Германский Кайзер Клаутер И вышел на поле Четырадцатый номер Кристинсон Рунар Кристинсон И между прочим Это дебютант Сборной Исландии Молодой футболист Игрок Олимпийской Команды А нашей Билштапной Сильный удар Литовченко Мяч Боковую линию Двадцать пятая минута Заканчивается Второго тайма Два ноль Впереди Сборная СССР Матчи с командой Исландии На стадионе Локомотив Симферополе Исток арбитра Литовченко Неверно Атаковал Сигурсона Вратаря Арбитр Сделал Замечание И Судья Пока не Разрешает Доктору Выйти на поле Сборной Исландии Все в порядке Вратарь Продолжает встречу Игра продолжает Сейчас мяч Ведет в игру Разыграет Наверное Сигурсон С защитником Стоит рядом Капитан команды Мяч В игре Вот уже Как раз 25 минут Сыграли команды Пошла 26 минута Второго тайма Литовченко Демьяненко Бросается за боковую Олейников Тут побежал Получает от него Мяч Яремчук Бессонов Демьяненко Снова Бессонов Что же дальше Дальше Очень трудно Вы знаете Пробиться К вороту Ну тут К тому же И Здесь Такой Двойная Ошибка И наш Игрок Оказался Вне игры И Бессонов Точно Не сыграл Точно И потеряли Мяч Замена В составе Сборной Советского Союза Кто же Там Выходит Вместо Седьмого Номера Вместо Седьмого Номера 15 Номер Олег Блохин Вместо Ивана Яремчука Ивана Яремчука Номер Седьмого Вместо Олег Блохин Это 108 Матч В составе Сборной Советского Союза У Олега Блохина Выдающегося Советского Футболиста Обладателя Практически Наверное Всех Рекордов Я уж Боюсь Если мне Память не Изменяет В нашем Футболе Эвальсон Пас Вперед Бубнов Отбивает Мяч Опережая Соперника Снова Снова Эвальсон Магерсон Магерсон Девятый номер Наши Футболисты Вот опять Так Не спеша Передавая мяч Друг Друг Медленно Проходит Середину Поля Его Даже Возвращает Снова На Свою Половину Поля 2-0 Выигрывают 29-я Минута Пошла Второго Тайма А еще Раз Об Олимпийской Команде Сегодня Встреча Со Сборной Швейцарии Тоже Олимпийской Будет Транслироваться По первой программе Киринии В 22 часа 30 минут Наши тренируют Можно сказать Игру в пас В центре поля Медленно Продвигается Вперед Протасов Сыграл Рацан Тот Снова Дал мяч Чуть назад Бубнов Бубнов Ельяненко И вот так Мяч Пропутешествовал Через все поле Пришел к нам Здесь С нашей трибуной Боковой линии Теперь уже У Хидиатулиной Возвратился На левый фланг Ну что таким образом Хотят достичь Наши игроки Они видимо Пытаются Вытащить Из линии обороны Игроков сборной Исландии С тем Чтобы те бросились Отбирать мяч Открылись Какие-то зоны Там Свободные В обороне Куда будет послан мяч На скорость Используя скорость Биланова Протасова И таким образом Появилась бы Угроза воротам Команды Команды сборной Исландии Но В общем-то На эту уловку Футболисты Исландии Не идут Строго Придерживаются Оборонительного Варианта И вот Наши сыгравни Точно Вынуждены Мяч Отбирать И помогли В этом Наши гости Отдав Мяч Блохину Олейников Пас Бубнову Рядом с ним Литовченко Получает От него Мяч На правом Фланге И Назад Ничего страшного Примерно 30 метров До ворот Сидиатуллин Рядом Бессонов Тут же Литовченко Кто будет бить Литовченко Удар Издали Мяч Пролетает Над Перекладиной Вот еще раз Посмотрите Я вижу Как третий номер Капитан команды Показывает Тренером Сборной Исландии Чтобы Они Произвели Замену Кому Вот Раздевается Там Игрок Снимает Тренировочный Костюм Сейчас Выйдет На поле 2.0 Впереди Сборная Советского Союза Кого Жду Он Заменит Я Игрок Запасной Сборной Исландии Вышедший На поле Дебютант Кристенссон 14 номер Ну Как Старается Он Вышел И Сразу Занял Место В линии Атаки Но Старается В основном В том Плане Что Отобрать Мяч У наших Игроков Бубнов Посылает Мяч Вперед Дебьяненко И Подача На ворота Вратарь Легко Легко Надевает Мячом Он Играет Играет Мяч Тебе Тулин Это разминка для Досаева, потому что он давненько, так сказать, не участвовал в деле в игре. В основном руководит игроками обороны. Хлопот ему не доставляют гости. Хиди Тулин играет уже свободным защитником. Мяч получает бубнов, отдает его на левый фланг. Рац. Хиди Тулин и пас назад Досаеву, чтобы не замерз. Бубнов, Демьяненко, что-то опять снова вратарю. Это уже, мне кажется, лишнее. Досаев бросает мяч руками туда уже на левый фланг своей защиты. Бессонов. Медленно продвигается, проходит среднюю линию поля. Дальше, дальше играет Демьяненко. Бубнов. Литовченко. 11 минут остается до окончания встречи. Бессонов бьет сильно на левый фланг. Рац. Рац. Блохин. Получает мяч от партнера. Хорошо сыграл, а дальше не успел выпрыгнуть. Его опередил защитник сборной Сландии. И выбивает мяч на угловой. И замена. Кто же покидает поле? Второй номер Гис Лассон уходит с поля в составе сборной Исландии. И сейчас будет замена в команде Советского Союза Рац. Покинул поле, вышел Яковенко. Павел Яковенко в высшем месте Василия Рацо. Угловой с места левого крайнего. 10 минут осталось до окончания встречи сборных СССР и Исландии в Симферополе. Мяч подан, отбит защитником. Наши подхватывают его. Отдают Хидья Тулину в центральный круг. Но он на половине поля гостей. Тут же сыграл с Бубновым. Бубнов с Бессоновым. Бессонов отдает мяч Литовченко рядом с нашей трибуной. Тут не лучше среди линии поля. А Яковенко вышел на поле. Тут же набрал скорость и рванулся на правый фланг. Мяч не получил. Мяч отдали Бессонову назад. Бессонов снова еще дальше назад. Бубнову. И тут наши опять разыгрывают в центре поля мяч. 2-0 ведут советские футболисты. Победа их не вызывает никаких сомнений. Они побеждают и в отборочной третьей группе. Завоевывают путевку уже, как факт говорю, в финал европейского чемпионата. Счет открыл на 15-й минуте. Счет матча сборных Советского Союза и Исландии 2-0. Открыл счет Биланов на 15-й минуте. Удвоил результат на 52-й. Протасов сейчас пытался прорваться к воротам. Плохим не получилось. И мяч в руках у вратаря Сигурдсона. Он отдает его вышедшему на замену Орулдсону 13-му номеру. И тот сыграл с партнерами. Чуть продвинулся вперед Эдвольдсон. Пока мяч в линии обороны сборной Исландии. Снова медленно разыгрывает в гости мяч. Потом, найдя удобный случай, посылает его вперед. Но защитники нашей команды действуют четко, безошибочно. И, в общем-то, угроз воротам сборной Советского Союза так и не было. А наши защитники, периодически возвращая мяч в штрафную площадь Досаево, как бы разминают его. Не дают ему замерзнуть. Прохладно в Симферополе сильный ветер. Блохин уже на своей половине поля. Пасует Бубнову. Бубнов Бессонову. Ну, в общем-то, игра сделана. Для того, чтобы выиграть у сборной Исландии, нашей команде хватило, если взять весь матч, за целые 30 минут. Первые 15 минут первого тайма яркой игры. Такой всплеск эмоций, хорошего футбола. Забит гол. Активность снижена. И, в основном, в медленном темпе обе команды, так сказать, поиграли первую половину встречи. В общем, также наши футболисты начали и второй тайм. Добились снова успеха. Забив второй гол, это сделал Протасов. Ну, и поняв, конечно, уже, что игра, как говорится, в кармане. 2-0. И снова снижена активность. И вот так, пасом, экономия силы, многим игрокам еще доигрывает чемпионат Советского Союза. Вот так проходит эта встреча на переполненном стадионе «Локомотив» в Симферополе. С мечом Блохин пас назад Олейникову в центральный круг. Тот направо играет с Бессоновым. Бессонов остановился, пасует Протасову, тут чуть-чуть назад отошел и отдает мяч Блохину. Блохин было приготовился, может быть, даже нанести удар из-за ли, но затем сделал, давай, обманное движение, пытаясь уйти влево. Его опередили, отобрали мяч и отдали вратарю Сигурдсону. Сигурдсон сыграл с защитником, защитник партнеру. Тот остановился, смотрит, кому отдать, и вот так посылает мяч на левый фланг обороны Квистенсону. Тот капитану команды, третьему номеру Эдвальсону, профессиональному футболисту, играющему в Идеативной Республике Германии. Гости прошли среднюю линию поля. Протасов, можно сказать, уступил мяч Бергсону, тот на левом фланге. Нападать ему не дают в штрафную площадь, вынужден был отойти назад, сыграл с Удмунсоном. Мяч переведен уже на место правого защитника обороны команды Исландии и длинная передача на правый фланг дебютанту сборной Кристенссону. Того опережает Олейников и отбирает мяч за боковую линию. Остается 6 минут играть участникам этого матча. 2-0, впереди сборная Советского Союза. Длинный пас на левый фланг. Кристенссон уже здесь на левом фланге, в одно касание посылает мяч на штрафную площадь, выходит из ворот, Досаев забирает спокойно мяч в руки и бросает его Бессонову. Вот тут на месте правого защитника сыграл Литовченко. Литовченко еще дальше налево уже в центр Олейникова. Олейников продолжил путь мяча до Демьяненко. Демьяненко на месте левого защитника идет вперед, проходит среднюю линию поля. Идет вдоль бровки, потом чуть-чуть по диагонали вперед. И в центр пасует Яковенко. Яковенко с Литовченко. Мяч уже рядом с нашей трибуной. Потом пас в центр Яковенко. Яковенко набирает скорость? Нет, его напережает Эдвальдсом, центральный защитник, и отбирает мяч. Он сейчас у центрального круга. Снова Яковенко с мячом. Передача Протасову. Протасову одно касание дает, оставляет мяч Яковенко. А тот по диагонали на левый фланг рванувшемуся было вперед Демьяненко. А тот остановился. Не поняли друг друга одноклубники. Киевский динамо с Яковенко и Ельяненко. И мяч у гостей на месте правого защитника. Тоже играет не точно Хидиатуллин, Яковенко, Бугнов. Вот такой путь мяча. Теперь уже Бессонов с ним. Справа от него Литовченко. Но Бессонов отдает мяч левее туда Блохину. Блохин еще левее Балейникову. 2-0. 4 минуты до окончания матча. Впереди сборная Советского Союза. Победа не вызывает сомнений. Наша команда в финале европейского первенства. Яковенко. Блохин. Блохину рейд к штрафной площади не удался. И тут вмешивается, так сказать, в этот эпизод Хидиатуллин. Сильно бьет куда-то туда, вперед. И мяч уходит за пределы поля. Провел хорошо сегодняшнюю встречу Михаил Листкевич и его помощники. Судьи из Польской Народной Республики. Игра, в общем-то, корректной. Были какие-то там эпизоды жесткой игры. Обычной для игры мужчин. Судья вовремя вмешивался в эти эпизоды. С своими даже устными замечаниями, гостя эмоции. Так что все здесь нормально. Отметим еще раз великолепную организацию этого матча. Во всех отношениях. От подготовки участников до зрителей, которым тоже были созданы здесь все условия. Вот в эту холодную, ветреную погоду. Работали в буфетах. И так же все очень-то хорошо. Все хорошо. Так что уже у Симферополя есть очень хороший опыт в организации проведения вот таких матчей. Не случайно наши футболисты с удовольствием здесь играют. Поле с подогревом, в великолепном состоянии. Отличное электроосвещение. Ну и Таврия к великому удовольствию болельщиков рвется в первую лигу. 29 числа у нее здесь матч очень серьезный со Смоленской искрой. Две минуты до окончания встречи арбитр уже в поле перекинулся, так сказать, взглядами со своими помощниками, давая понять, что осталось совсем уже немного. Внимательно следить за временем. В центре поля отбит потом направление штрафной сборной Советского Союза. В эти же минуты заканчивается встреча и в Магдебурге, где сборная ГДР принимает команду Норвегии. 3-1 у меня была информация, и у вас тоже сборная ГДР выиграла. Другой у меня пока нет. Даже если победят в спортивной Германской Демократической Республике, это уже не меняет ситуации в отборочной группе. Но отдадим должное футболистам ГДР. Они этот турнир тоже провели хорошо на бою. Им останется теперь сыграть только с командой Франции. Мат, так сказать, уже скорее престижный для обеих сборных, а победителем стала сборная СССР. Начинается период уже, а можно сказать, даже уже и начался, для подготовки к финальным играм чемпионата Европы, которые произойдут в Федеративной Республике Германии. А там олимпийский турнир. В 22 часа начнется трансляция сборных Швейцарии и Советского Союза. Олимпийский команд по первой программе. Так что еще один матч вы посмотрите. Футбольный с участием советских футболистов. Пожелаем нашим олимпийцам успеха. Интересный, очень насыщенный футбольный календарь 88-го года в турнирах с участием наших ведущих команд. Я уже говорил, а там же и клубные турниры. Итак, поздравляем вас, уважаемые товарищи, с успехом сборной Советского Союза. 2-0 наша команда выиграла. Завоевала путевку уже окончательно, как в пакт, на европейский чемпионат, на финал. И будем ждать оттуда команда из ПРГ.